В стоке назревает какая-то нездоровая движуха. Всем привет! Извините, что надоедаю нестроительным контентом у себя на канале. Но такие события в Казахстане не могу не осветить. В чем суть? В Казахстане все происходит настолько быстро и стремительно, что задаешься резонным вопросом, кому это выгодно. Давайте рассмотрим примерно три рабочие версии. И, возможно, по ходу движения накидаем еще четвертую или пятую. Первое. Ну, это выгодно народу. То есть народ дотерпелся, народ устал, народа доперли до крайней ручки, как бы довели, и поперли. Власть оказалась недовольной, власть поплыла, правительство в отставку, президент пойдет в отставку. Все будет так, как захотел народ. Вариант. Вариант. Не верю я, конечно, в сказочные истории, но вполне возможно, что они случаются. Вторая возможная версия. То есть, поскольку Россия, Казахстан, Беларусь – это страны очень похожие, есть, конечно, персональные отличия, но в чем они похожи? Они действуют ситуационно. Они не действуют, как правило, с большим горизонтом планирования. Что это значит? Это значит, что правящий класс в лице нового президента, в первую очередь, под шумок, таким образом решил зачистить старую команду. Люди возмутились. Он говорит, окей, ребята, я иду вам навстречу всех нафиг, а это все старички. Через этих старичков рулил старый президент. Логично? Мне кажется, это похоже на конспирологическую теорию, но это очень близко к правде. То есть, не факт, что это он сам все замутил, но он, как вариант, может оказаться бенефициаром всей этой истории. То есть, он избавится от старичков, заменит максимально лояльными людьми себе, и страна будет максимально переходить под его собственное управление, как вариант. Второй вариант. Это местные олигархи, которые решили поменять ситуацию. То есть, что-то их не устраивает. Вариант. Вариант. Но из этих трех основных интересантов, в первую очередь, интересант – это народ, и это президент, тот, кто исполняет обязанности президента сейчас. Почему они тогда не сопротивлялись, если это все-таки проходило естественным путем? Возможно, потому что Казахстан, хоть и восточная страна, но пытается идти западным путем. Своё законодательство меняло под западный лад. То есть, чтобы бизнес защищался и ввелся через лондонское право. Чтобы был приоритет, грубо говоря, западного суда, лондонского суда при решении юридических споров в стране. В том числе, возможно, и запад таким образом мог легко надавить при появлении конфликта на данных олигархов. Ведь они на позицию слабее, чем российские. Что, ребят, ваши активы здесь, в Лондоне. Если что, вам всем пиздец. Пиздец. Вариант? Вариант. Ну, то есть, основные теории, да? То есть, кому это выгодно? Выгодно это действующему президенту для того, чтобы избавиться от старичков. И, либо это просто такое прекрасное стечение обстоятельств, когда казахи обретут свою демократию через улицу. Тоже вполне возможно. Но все предпосылки для того, чтобы это создавалось, они были заложены давно. Люди хотят идти вперед. Страна хочет развиваться. Какие версии у вас, как вы думаете, почему так легко и быстро в Казахстане поменялась власть? Буквально за один-два дня, при такой страшной динамике, когда ты даже не успеваешь чухнуть, что происходит. Ну, согласитесь, ну, посмотрите, как это было в Белоруссии. Батька сначала растерялся, сначала дал заднюю, потом успели приехать русские специалисты. Потом он загасил протест, а потом начал репрессировать всех, кто принимал участие, то есть всех заговорщиков основных. Почему казахи не пошли по этому пути? Потому что они прозападные. Они не захотели угнетения своей экономики дальше. То есть на Россию надавить сложнее. На батьку, который прям полностью по уши там уже завяз в России, как бы, тоже сложнее надавить. А казахи нет. Они все-таки международники. У них важные соседи Китай. То есть международные связи они так или иначе развивают. Экономика у них развивается не сугубо с привязкой к России. Хотя очень важные факты, вы их должны все знать или освежить в памяти, или узнать. Казахстан за всю свою историю, казахи всегда были под кем-то. У них в истории там буквально был пробернуток времени, буквально там 200-250 лет, когда они были независимыми. Все остальное время они были либо под ханами, либо под Россией. Они не могут без покровительства. То есть, если покровительствуем сейчас мы, то это окей. Либо если они реально сместились так сильно на запад, значит их покровители теперь западные. Кто это может быть? Там Великобритания, Германия, Соединенные Штаты Америки. Не важно. Но казахи всегда действуют под покровительством. Всегда. В истории им очень сложно приходилось. То есть Восток это дело очень тонкое. Восток очень конфликтный регион. И казахи там никогда не были основной силой. Они были всегда силой, но они были не основной. То есть были и более агрессивные, и более страшные объединения. Поэтому задаемся вопрос, кому выгодно. Сейчас мы в ближайшее время, я думаю, увидим, какое будет движение. То есть если президент удержится у власти и просто заменит, то значит как бы он воспользовался этой ситуацией, либо создал эту ситуацию для того, чтобы зачистить поляну под себя. Если как бы и он уйдет, и будут объявлены новые выборы, значит Запад. Значит Запад окончательно прибирает Казахстан к своим рукам. Не забываем, что уже были разговоры о том, чтобы не продлевать аренду по Байконуру. Везде лезут американцы. То есть мы Россию реально затравливают сейчас. То есть Россию толкают к войне. То есть русские, к сожалению, дипломатия очень слабая. И единственное, что мы сможем сделать, это огрызаться оружием. Извините, что свел это к России. Но Казахстан, он, это большая часть границы с Россией. Афганистан, из которого ушли американцы. Афганистан, который влияет на Таджикистан. Да, то есть на Востоке назревает какая-то нездоровая движуха. Извините, что контент еще выходит на строительном канале. Все подобные видео будут в дальнейшем выходить на моем втором канале. Кому интересно, подписывайтесь на него. Там уже появляется контент. Ну, люблю я поговорить. Не обессудьте. Спасибо тем, кто досмотрел до конца. Всем пока.